Популярно о науке расскажут новосибирским школьникам в рамках стартовавшего сегодня в областной столице фестиваля «Кстати». Участников ждут лекции, семинары и викторины. На одной из площадок фестиваля побывала наша съемочная группа. Вся суть игры заключается в том, что чем лучше вы собрали схему, тем лучше вы правильно выбрали потребителей, тем лучше вы предложили тариф, потому что мы сейчас пропускаем с вами тур аукциона, который очень по времени много занимает, тем больше у вас денег. Преподаватель НГТУ на специальном стенде, где в миниатюре представлены больницы, школы, жилые дома, а также ветрогенераторы и настоящие солнечные батареи, рассказывает школьникам, как удешевить энергию. Ребятам дали возможность попробовать себя в роли энергетиков, но с первого раза удалось не все. Возможности справиться у ребят будет, если они свяжут свою жизнь с технической профессией. Познакомили сегодня школьников и с другими достижениями ученых. Это не только 3D-моделирование и трехмерная печать, но и резко профили известных артистов и киногероев, а еще и изготовление протезов человеческих суставов. У меня в руках находится некий такой, скажем так, макет того, как выглядит коленный сустав человека. В общем-то, это довольно популярная вещь. Все мы с вами в течение нашей жизни, скажем так, сталкиваемся, так или иначе, с износом наших, в общем-то, опорно-двигательного аппарата. Проект, выигравший грант, университет разрабатывал несколько лет, реализовал совместно с одним из крупных заводов области. В итоге такими протезами могут снабжать территорию от Калининграда до Владивостока, что наверняка войдет в современную историю достижений НГТУ. С другими, уже ставшими историей достижениями, школьников также познакомили в музее университета. Завершился первый день на одной из главных площадок фестиваля интерактивной игрой. Ребятам такой формат понравился, особенно тем, кто видит свое будущее в инженерной сфере. Большие перспективы. Я, конечно, еще точно не выбрал, но я точно знаю то, что индустрия 4.0, потому что мы тоже проект делали, и она очень сильно сейчас развивается как раз-таки. Проходит фестиваль уже не в первый раз, однако в прошлом году из-за пандемии мероприятие пришлось перевести в онлайн. Сейчас организаторы смогли вернуть прежний формат. Самое главное – это живое общение. В любом случае, это взаимодействие лектора и аудитории. Это несравнимо с тем, когда мы сидим по разные стороны экрана и задаем вопросы где-то в чате. Общая такая атмосфера, она другая в аудитории, как бы там ни было. А тем более, если это какие-то шоу, если это какие-то мастер-классы, то это вообще в онлайн, вернее, их не принесешь. Фестиваль продлится 6 дней. В первый день участия в нем приняли около 700 детей в возрасте от 6 лет. В четверг участников также ждет насыщенная программа. Дмитрий Белькевич, Константин Менин. Новость ОТС.